Привет, друзья! Вот какие новости приходят из Беларуси в настоящий момент. К белорусскому диктатору Лукашенко, напомню, это нелегитимная личность, называющая себя президентом Беларуси. Так вот, к нему приехал московский товарищ, московский спикер, так называемая государственная дура Российской Федерации, по фамилии Володин. Что хочет Володин от незаконного белорусского лидера? Ну, прежде всего, сдачу страны по всем пунктам. То есть, речь идет о 28 так называемых программах союзного государства, которые Путин выдавил из Лукашенко, как, знаете, паштет из клеенки, из упаковки. Выдавил он из Лукашенко вот эти программы. Де-факто это сдача интересов Беларуси, де-факто это продажа, какая там продажа, не продажа, а сдача всей белорусской, оставшейся белорусской промышленности России. И де-факто это превращение Беларуси в какой-то там федеральный округ Московской Федерации. Вот что готовят Володин и Лукашенко для белорусов при молчаливом согласии тех самых белорусов, которые, ну, многие из которых просто сидят по домам и воспринимают это как? Ну, как должное, как сношу, а так должно быть, по всей видимости. И ничего не воспринимают, не предпринимают в этой связи. Печально это все наблюдать. Я даже, знаете, не хочу конкретно останавливаться на тех вопросах, которые будут обсуждать эти два персонажа, Володин и Лукашенко. Потому что, какой вопрос ни возьми, любой из них это просто сдача Беларуси. Любой. И это не имеет никакого смысла делать, хотя бы потому, что Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Соответственно, он не имеет никакого права подписывать совершенно ничего. Он действует только с позиции силы. Он действует только с позиции вооруженного превосходства над собственным народом. И как диктатор подписывает всякую муру, которая ни в ты, ни в ворота, и которую в мире никто не признает. Напомню, что когда-то такое уже было несколько раз. Вот, например, история с Эстонией, Латвией и Литвой, которую Московия тоже объявила своими. И тоже там хозяйничала при помощи вот таких же местных коллаборантов Лукашенок. Таких же предателей, таких же изменников. И чем это все закончилось в 89-м году? Московия развалилась первый раз. Будем надеяться, что не последний. Эстония, Латвия и Литва стали свободными. Ну, а после них и все остальные государства бывшего так называемого совка. Так что, скажем так, что пока Европа искусственно поддерживает Московию на плаву. Имеется в виду путем покупки у тех их углеводородов. Потому что ничего другого Московия вообще, как вы прекрасно знаете, не производит. До тех пор, пока у этого властителя Московии Путина будут деньги, он будет гадить. Он будет гадить налево, направо, всем подряд. Как только это все прекратится и денег больше не станет, соответственно, аппетиты Московии поубавятся. И, соответственно, никакие Володины никуда больше ездить не будут. Просто потому, что у них будет выше крыши проблем внутри Москвы, внутри самой страны, которая будет трещать по швам. Рано или поздно это произойдет. Вопрос только, когда Путина постигнут те же санкции, которые сегодня постигли Лукашенко. Напомню, сегодня какое у нас уже число? Второе, да? Так вот, сегодня у нас уже вступили в действие, скажем так, это предварительные ласки и предварительные санкции. Потому что большие санкции вступают в силу 8 числа. И тут уже под откос покатится абсолютно все. Понятно, что есть какая-то сила инерции, что что-то не сразу повалится, что-то попозже повалится. Но напомню, что практически вся белорусская промышленность это есть либо Гродно-Азотс или там Беларусь-Калий, Беларусь-Нефть. Или же автосборочные предприятия, полностью зависящие от поставок из-за границы. Но и то, и другое, и третье, это все полностью зависит от закордона. И как только появляются санкции, что делать с этими предприятиями становится непонятно, точнее совершенно понятно. И именно вот это Володин сейчас и будет обсуждать. Они будут за бесценок забирать все вот эти предприятия, переоформлять их на какие-то фирмы-однодневки и быстренько их пилить на металлолом. Потому что понятно, что из-за того, что они это предприятие переименуют, например, БелАЗ, как я смеюсь всегда говорю, в Кирогаз. Ну, переименуют они БелАЗ в Кирогаз. А владеть будет Кирогазом фирма, созданная на коленке вчера в Нижнем Тагиле. Ну, вы думаете, это кто-то съест, это кто-то... Ну, это смешно говорить, понятное дело, что и это, так сказать, превращение будет моментально оценено, и это предприятие моментально попадет под санкции. Это все бред сумасшедшего. Если кто-то считает, что удастся таким образом Володину или Шмолодину, или еще кому-нибудь вывести предприятие из под санкции, ну, это полная наивность и какая-то инфантилизм и глупость полная. Таким образом, единственное, что может сегодня делать Володин, это просто-напросто, это действительно так, устроить разграбление оставшихся предприятий Беларуси. И он это обязательно сделает, если не получит отпор от белорусского народа. Продолжение следует...